Катон 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 Пусть сгинет самостийно Украина, что не желает жопу мне лизать. Какая ночь! Спокойно спит Алина, довольно жизнью, видимо, вполне. Подумаю-ка я про Украину. Чего она терзает душу мне? Ведь со времен Советского Союза она мне спать спокойно не дает. С транзитом газа вечная обуза, а этот бедный Черноморский флот... Она давно лежит на сердце грузом, пора ее как надо приструнить. То мылится дружить с Евросоюзом, то угрожает в НАТО поступить, то жаждет равноправного партнерства. Хохлушка эта злинную косой, то укоряет нас за мародерство, за наши штучки с газовой ценой. А мне нужна великая Россия, чтоб я России этой был кумир. Пусть люди будут голые, босые, но чтобы нас боялся целый мир. А тут под носом, прямо на границе, какой-то наглый младший брат живет. Бунтует, выступает и ершится. Какой пример он русским подает? Великую Россию я создам. Мне Севастополь нужен не в аренду. Я там хочу линкорами трясти. Вот проведем фальшивый референдум? Тогда попробуй Крым не отпусти. Строптивую сестрицу Украину я по кускам в Россию утащу. А методы и есть у кого учиться. Пусть это резко прозвучит и грубо, я истину усвоил наконец. Адольфий Алоизович Шикель-Грубер, духовный мой наставник и отец. Он также сцапал Чехию и Польшу. Взял под защиту кровный свой народ. Догнать его во всем давно стараюсь. И не поймут моей фашистской сути ни Меркель, ни Обама, ни ООН. И я простой советский Вова Путин. Украшу весь фашистский пантеон. Я в душе земляков и прочих целюсь. Я дока в промывании мозгов. Есть у меня и наш российский Геббельс, глав телецербер Дима Киселев. Родные СМИ умело лижут жопу. А я творю с законом, что хочу. На нашей нефтяной игле Европа. И я от самовластия торчу. На все согласна преданная дума, оголодавший промолчит народ, Сожру я Крым без пыли и без шума. А там Донбасса очередь придет. Я отберу Днепропетровск и Харьков. И Запорожье съем не подавлюсь. Пусть нет дорог в России, мало пищи, Пускай наука и закон слабы, Но пусть народ не в этом счастье ищет, А кайф имеет от самой борьбы за Родину, Великую Россию.